Всем доброго дня! Сегодня небольшой ролик решил заснять, показать как я приготавливаю канди для опытных пчеловодов, я думаю ролик под собой никакой полезной информации не несет, ну а для начинающих пчеловодов или кто планирует заняться пчелками, я думаю вот интересно послушать, посмотреть, но в принципе это мой способ приготовления, каждый делает по своему. Вот предварительно на кофемолке перемолол небольшое количество сахарной пудры, приготовил медик, медик предварительно у меня весь уже в этом году он сел, вот такой вот получается медок. Соответственно налил банку на водяной бане, все это дело привел до нужной кондиции, налил соответственно вот такую кружечку. Делал небольшое количество, буду делать небольшое количество канзи, недавно показывал ролик там по контролю семей, 8 рамочник, там альпийцы заданы, но обстановочка там 8 рамочники не очень хорошая, пчелки там неспокойные. Подставил я там при последнем осмотре две рамки медовых, но вот у нас впереди вроде как на этой неделе завтрашнего дня там обещают мороз, там до 17 градусов мороза, но и подозрение такое, что в этой семейке есть расплод, матка червит, потому что сидят они в одном месте, ни влево, ни вправо, не уходят. Ну и так сказать, для покоения своего, чтобы помочь этой семейке каким-то образом, не дать ей пропасть, решил все же для контроля положить немного канзи. И поэтому именно сегодня делаем канзи именно для этой семейки, для этого 8 рамочника. Поэтому дозировку делал вот так вот, этой кружечкой мерной, сахар, три таких кружки и вот такая кружка метку, из расчета такого. Ну обычно в весенний уже период, кто-то там в осенний период при подкормке пшелотом сироп в канзи добавляют препараты от назематоза. Ну сами понимаете, кто знает тот, что пчелки имеют свойство, кишечник забивается и в конечном итоге могут они обкакаться и изгадить все рамки и так далее и тому подобное. Что может привести в конечном итоге и к гибели семейки. Поэтому кто-то добавляет препараты от назематоза, такие как називир, назитон, фумагол, наземицид. Ну короче их большое количество. Но просмотревши всю эту самую составляющую всех этих препаратов, я посмотрел, что где-то присутствует в отдельных препаратах метранидазол, арнидазол. Как вспомогательные вещества там идет, янтарная кислота, аскорбиновая кислота, глюкоза. Отдельные препараты там имеют природное происхождение, там на травах. Ну вот такая вот отдельная, там вот как фумагол, он в своем составе несет метранидазол и тимол. Ну то есть составы примерно идентичные, везде присутствуют антибарицидные препараты. Ну и таким образом посылочку я в Шаловожский Майазе заказ сделал, но так как мне еще не дошло это еще дело, так что делать будем из подружных средств это все. Взял такую вот миску, берем наш сахарную пудру, высыпаем сюда, высыпали и предварительно скажу, При изготовлении сахарной пудры, по составу я уже сказал препаратов, метранидазол, упаковочка обыкновенная, которая продается в аптеках, стоит он копейки. Метранидазол это наш белорусский препарат, импортное производство, все прекрасно, я думаю, знают, есть такие таблеточки трихопол. Вот метранидазол это в принципе тот же самый трихопол, только нашего производства. Трихопол импортного производства, плюс лимонная кислота, как вспоминательное вещество, на всю эту водно-таки в три кружечки добавлял пол чайной ложки лимонной кислоты и пол таблетки метранидазола. Еще это дело благополучно все в кофемолке перемололось и теперь просто берем, выливаем сюда наш медок и потом это все дело будем перемешивать. Остались капли в кружечке, можно их вот так вот убрать и съесть. Красота! Теперь берем ложечку натурпродукт из липы собственного производства. На досуге, когда делать нечего, делал как-то ложечки. Сейчас тоже есть заготовки, но руки пока не доходят. Ну и таким вот образом все это дело начинаем мешать, мешать, перемешивать, пока мед и сахарная пудра не станут единым целым. Такое своеобразное тесто получится. Ну вот и все, канди перемешал, пришлось немножко еще добавить сахарной пудры, было жидковатое. Мисочку все ложечкой вычерпал, не марая рук, ложкой все переложил в пакеты и при помощи скалочки все это дело по пакетикам вот таким вот образом разхладил. Ну, все получилось многовато. Вот второй пакет сейчас еще раскатать, потому что получилось килограмм. Я решил на два пакета это дело все разложить, положим восьмирамочники, положу в один альпийчик. Тоже положу блинчик для успокоения, для поддержания штанула нашим пчелкам. Ну вот два блинчика по полкило канди готова. С метронезозорчиком, который действует обеззараживающее и общеукрепляющее на кишечник наших пчелок. Подготовили, ну, теперь можно все это дело нести и положить пчелкам. Посмотрим, как будут брать они канди, не будут, либо в них пока еще достаточно. Но, впереди морозы, лучше немножко подстраховаться и положить в эти восьмирамочники и в один альпийчик положу. Ну что, идем к нашим муликам, будем ложить канди. Ну вот, прошло пару часиков. Пришел на участок. Так, пчелки вот так сидят. Выбираем крышку. Добавляем немножко брусочек. И ложим в нашу лепешку. Ну вот и все. За бортом у нас сегодня минус 4, а на следующие два дня обещают там морозится. Ну, пчелки живенькие. На одной рамке тогда было пятачок расплодика. В середину гнезда я не заглядывал. Вероятнее всего там уже черва полным ходом. Все, закрываем, не морозим пчелок. Ну, вот так вот пчелки сидят в альпийце. Да, тепло и здесь ощущается. Может быть и в альпийцах. Хотя метку вот у них спереди плохо фокусируется. Хотя у них по кормам еще вот спереди достаточно. Но все-таки сидят они ближе к задней стенке. Так что лепешечку положим и им. И им. Опа. Все. Все. Пчелки загудели, девки. Это будет наверняка. Ну, все. Две семейки подкормил. А этот альпийчик. Этот альпийчик здесь. Пчелки сидят. Сейчас посмотрим. Здесь клуб сидит около передней стенки. До задней стенки еще далековато. Но этим, я думаю, канди ложить не будем. Сделаем с ними другую манипуляцию. Этим вместо канди подставлю еще один корпусок. Есть вот такие вот еще рамочки. Так что, я думаю, здесь им будет намного вкуснее и комфортнее. Тем более, медок этот еще акация и липа, когда свела. Вот такие вот рамочки. Вот они, медовые. Так что, этим подставим корпус с метком. Ну, вот и все. Корпусок подставил. Пчелки получились там, на том корпусе. Положим сразу сюда рейки, пускай лежат. Ну и все. И здесь уже можно будет спокойно спать. Так что, пчелкам до февраля месяца сюда уже 22 улика. Можно и не лазить, только для контроля. Залезть в этот улик и посмотреть, берут канди или не берут. Но это уже чуть попозже. Ну, вот как-то так. Оставляем свои комментарии. Не забываем поднимать пальцы вверх. Подписываемся. Вот так вот бегают наши девчонки. Все. Всем хорошего продолжения зимовки. Всем добра. Всем удачи. Всем пока.